На арбате в магазине за окном устроен сад. Там летает голубь синий, Снегири в саду свистят. Я одну такую птицу со стеклом видал в окне. Я видал такую птицу, что теперь не спится мне. Яркая розовая грудка, Два блестящие крыла. Я не мог ни на минутку оторваться от стекла. Из-за этой самой птицы я львил четыре дня. Думал, мама согласится, будет птица у меня. Но у мамы есть привычка, отвечать всегда не то. Говорю я про птичку, а она мне про бальто. Что в карманах по дыре, что держусь я во дворе, Что поэтому я должен позабыть о Снегире. Я ходил за мамой следом, пожидал ее в дверях. Я нарочно за обедом говорил о Снегирях. Было сухо, но галоши я послушно надевал. До того я был хорошим, сам себя не узевал. Я почти не спорил с дедом, не вертелся за обедом. Я спасибо говорил, всех за все благодарил. Трудно было жить на свете, ибо, правде говоря, Я терпел мучения эти, только ради Снегиря. Да чего же я старался? Я с девчонками не дрался. Какую же я девчонку? Покружу руку колокол и скорее иду в сторонку, Будто я с ней не знаком. Мама очень удивилась. Что с тобой, скажи на милость? Может, ты у нас больной? Ты не дрался выходной? И ответил я с тоской. Я теперь всегда такой. Добивался ее прямо. Повозился я не зря. Чудеса, сказала мама, и купила Снегиря. Я принес его домой. Наконец, теперь мой! Я кричал на всю квартиру. У меня Снегирь живой. Я им буду любоваться. Будет ветер на зре. Может, снова можно драться? Завтра утром во дворе.